всем привет я очень рада вас видеть на своем канале жизнь марины начинаю свое видео с того что мы с младшим сыном отводим старшего детский садик он находится от нашего дома не очень далеко примерно за 15 минут я дохожу с двумя детьми в садик максим ходит хорошо ему нравится иногда правда бывают у него капризы говорит что не хочет идти но это скорее от того что не хочет вставать так рано на ночь как правило иногда его не уложишь ну как в принципе у многих детей воспитатели у нас очень хорошие я очень ими довольна переодеваемся и заходим в группу записываю в тетради то что у нас нет температуры нет никаких жалоб не болит живот стул в порядке ставлю свою подпись и выходим на обратном пути мы с мешуткой заходим в магазин покажу вам немного цены это белорусский магазин дискаунтер то есть магазин низких цен и цены здесь на некоторые товары намного ниже чем в других хотя знаете в пятерочке магните в ленте бывают так конечно хорошие скидки но их нужно отслеживать но у меня на это как правило совсем нет времени погода также сегодня у нас прекрасное тепло плюс два градуса ветра нет мы живем немного в низине за нашим домом начинается уже лес так что ветра у нас бывают часто ну стоит немного подняться на горку ну вот как раз в сторону садика и ветра сразу нет а в принципе я очень довольна нашим расположением дома здесь тихо школа садик магазины и пункты выдачи интернет магазинов около дома также большой плюс что у нас конечная остановка и маршрутки ходят по времени это очень удобно если магазин сейчас быстренько покажу что мы купили батон молоко конфеты масло сливочное 82 и 5 процентов вот такой вот белорусская хорошая и взяли вот такой вот кусочек сыра на бутерброды так пока у меня варится каша я немного прибираюсь на кухне мою посуду и протираю столешницу у меня сломался дозатор для моющего средства очень жалко хотела заказать на валпере сейчас посмотрела его уже нет на складе поэтому средства для мытья посуды у меня стоит таким вот образом бутылочка обычная что мне если честно не очень нравится в дозаторе конечно смотрится все эстетичнее и красивее а Продолжение следует... Каша уже готова. Сегодня у нас овсянка на молоке. Пока каша остывает, я сейчас буду запускать стиральную машинку. Вторую неделю уже делаю тренировки. Делаю, честно, максимально, насколько могу. Понимаю, что выглядит это немножечко смешно, но меня опять стало очень сильно беспокоить поясница. Знаю, что надо, конечно, посетить мне невролога, но вообще никак не получается у меня дойти до него. Только запланирую сразу то одно, то другое нужно, то дети заболеют. И в целом, если честно, состояние у меня как-то не очень. Вот на Яндекс.Дзен мне писали, что у меня моральное истощение. Да, возможно. А после тренировки мне действительно немного легче, прибавляется энергия и чувствую себя намного лучше. Правду говорят, что движение — это жизнь. Недавно, кстати, стала по 10 минут медитировать. Очень классная штука, мне нравится. Вы знали, что во время медитации тренируется мозг? Я, например, не знала. Вот недавно только об этом узнала, так как нейробиологи обнаружили, что когда вы просите мозг медитировать, он учится не только лучше медитировать, но и приобретает целый набор важных навыков самоконтроля, включая внимательность, собранность, умение справляться со стрессом, контроль над импульсами и самосознанием. То есть люди, которые регулярно медитируют, они успешны в этих сферах. Так что вот перед сном я выделяю себе 10-15 минут, этого достаточно, на медитацию. Утром, к сожалению, у меня вот не получается по времени. После тренировки я иду на кухню, делаю себе бутерброды со сливочным маслом, с сыром, делаю чай. И мишки здесь, ну и себе тоже порезала апельсин. Сейчас зимой особенно вообще не хватает витаминов. Купила себе рыбий жир, себе и Максиму. Вот Максим, правда, отказался пить. Вообще не хочет, в общем, его принимать. Поэтому не знаю, как поступить. Отстала от него пока что. Он просто, у него не получается глотать эти капсулы, и он не хочет его пить. Поэтому, а я вот, да, стала принимать. Думаю, может быть, станет мне получше. И буду чувствовать я себя получше. Посмотрим. Еще я поставила на этот год цель обучиться копирайтингу. Это написание текста, как правило, статей с целью рекламы или других форм маркетинга. То есть простым языком писать тексты или статьи на заказ. Мне вот просто недавно попался заказ на бирже с очень привлекательной оплатой, знаете. И я так подумала, что, блин, эта идея, можно научиться, да, и неплохо, кстати, зарабатывать. То есть хочу научиться копирайтить. Поэтому приняла решение, что надо потянуть мне вот русский язык, чем я на видео вот и занимаюсь. Вспоминаю орфографию, по вечерам пишу аудиодиктанты. Так что учиться никогда не поздно, а тем более, когда это интересно, а не потому, что надо и тебя заставляют. Так, сейчас хочу я снять мотивационную уборку в детской комнате. У нас творится вот такой вот беспорядок. Ну, на то она и детская комната, что здесь постоянно игрушки раскиданы. Сейчас это всё буду убирать, протирать пыль везде. Приберусь на комодию, буду прибирать игрушки. Нужно заправить кроватки. Так что хочу снять мотивацию на уборку в детской комнате. Буду приступать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, показываю промежуточный результат. Прибралась на кроватке, застелила всё, убрала игрушки, машинки, здесь по местам. В палатке у них всё убралось. На полочке всё аккуратненько тут поставила. Мне осталось протереть пыль на подоконнике, убрать комод, здесь убрать вещи только сверху, в ящиках у меня порядок, протереть здесь пыль, пропылесосить пол и помыть пол. И всё, и комната будет чистая. Поэтому сейчас буду приступать. Надеюсь, что я быстренько с этим справлюсь и пойду уже Мишу укладывать на тихий час. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас буду запускать робот-пылесос. Вообще я не люблю им убираться. Мне кажется, всё равно он убирается некачественно. Но мне сейчас нужно пойти укладывать мишку на тихий час. Поэтому я всё убрала, все игрушки. И включу робот-пылесос, чтобы он мне пропылесосил здесь всё. А я потом просто помыла пол. То есть да, в таких случаях он выручает. Это удобно. Здесь я соглашусь. А в остальных случаях мне проще самой пропылесосить ручным пылесосом. Или, в общем, самой ручками всё убрать. Так что сейчас запускаю робот. Пойду уложу мишку на тихий час, а потом приду просто помою пол. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я убралась в детской комнате, заправила кровать здесь. Постелила коврик ортопедический. Игрушки на месте стоят. Убрала всё. Пропылесосила коврик. Помыла пол. Миша спать не захотел. Вот собирает мозаику. Такую вот. Ладно, пусть собирает пока что. Всё чистенько. Я знаю, что это ненадолго. Но убираться тоже нужно. Обои, конечно, планируем переклеить в этой комнате. Но я не знаю, стоит ли их переклеивать или не стоит. Они вот сейчас на них рисуют. Я даже не запрещаю. Пускай рисуют. Переклеить всегда, в принципе, можно. Поэтому мы изначально клеили такие, которые не жалко будет, чтобы вдруг дети изрисуют. Так оно и получилось. Была бы всегда такая чистота. Но нет. Так, сейчас хочу сделать обзор наших развивающих игр, которыми мы занимаемся и играем с детьми. У меня два сына. Одному год и пять, второму три и пять. То есть в среднем игры и развивающие игрушки будут до трёх лет. И первый хочу рассказать про такой сортер развивайка. Мне он очень нравится. Я заказывала его на Вальберис. Очень им довольна. И детям он очень нравится. Моим зашёл. Так, здесь девять тем. Вот темы. Ягоды, животные, фрукты, домашние животные, цифры, овощи, фигуры. Фигуры, одежда, транспорт. Смысл в чём? Открываем. Здесь вот такие вот отверстия. И здесь вот такие вот отверстия. Кладём дощечку. Ставим, например, тему. Ну, к примеру, ягоды. Вот сюда. Вот так вот. И здесь есть фишки на каждую тему. Вот тоже ягоды, животные, одежда, транспорт. Эта я рассортировала по каждой теме, чтобы было удобно. Вот, например, у нас ягоды. Берём стопочку ягоды. И кладём, к примеру, вишня. Вишня. Опускаем в сундучок. Облепиха. Опускаем в сундучок. Смородина. Смородина. Опускаем в сундучок. И такая каждая тему очень развивает. Учим, произносим слова. В общем, игра классная. Я такую игру рекомендую. И она не очень дорогая. Ссылочки я оставлю, наверное, в описании к этому видео. На те игры, которые заказывала на Wildberries. Я пытаюсь это всё хранить. Я это покупала ещё Максиму. Максиму уже не интересно, которому 3,5 года. А старший Миша ещё до такой игры не дорос. Поэтому берегу от них это всё. Вот, храню. Игра очень классная. Ещё нравится вот такая вот игра. У нас есть настольная игра. Называется «Изучаем мир». Это головоломка. Она состоит из 14 элементов. В наборе 3 мини-игры. Цель игры — найти правильное соотношение. Кто где живёт, кто что ест. А также в наборе находятся трафареты для рисования. Срок службы написано 3 года. Рекомендуется использовать только под надзором взрослых. Игра предназначена для детей от 3 лет. Итак, заказывала тоже её на Валберис. Ну, классная. Хранится у нас в такой коробке. Такие здесь пазлы. Ну, например, вот белка ест орешки, да. Тигр там ест мясо из двух частей. То есть познаём животных, кто что ест. Вот черепаха, там водоросли, дельфин, рыбок, медведь, ягоды, жираф. У меня такие пазлы сейчас любят собирать младший Миша. Которому год и пять. Вот, из двух частей. Очень как раз по возрасту ему. И как раз изучаем животных. Некоторые детали, конечно, уже раскиданы. Я это всё храню. Всё равно стараюсь следить за этим, чтобы ничего у нас не терялось. Но без этого никуда. В общем, два вот таких вот трафарета есть. Которые кладём на листок, например. Это с Максимом мы занимаемся. И обводим их, да. Вот тут белочка, бабочка. И так же вот ёлочку, к примеру, положили на листок. И вот так вот обводим карандашом. Ну и, соответственно, собираем. Тоже очень интересно. И второй такой же тут пингвин, черепаха, рыбка, дельфин, солнышко и птичка. Вот. Классная вещь, мне нравится. Так, и ещё вот такие вот штуки. Кто где живёт, да. Вот слон, тигр, жираф, тут вот зебра, крокодил. Также вот, например, подводный мир, где живёт дельфин, рыбки, черепаха. Вот. В лесу, например, вот сова, вот медведь. Ну, вот такого плана. В общем, очень классная, познавательная игра. Мне очень нравится. Максиму тоже нравится. Иногда играем в неё. Особенно по выходным. Когда времени побольше, когда в садик он не ходит. Нам очень нравится. Вот, храним в такой коробочке, в которой она была изначально. И я стараюсь всеми силами, чтобы ничего не было потеряно. Но не всегда так бывает. Но ничего страшного. Вот. Отличная игра. Вот. Рекомендую. Так. Ещё у нас есть вот такие вот пазлы. Конечно, куда же без них. Пазлы я покупала деревянные. Они вот такие вот толстые. Не бумажные, а именно деревянные. Такие толстые, чтобы ребёнок научился, чтобы ему было удобно собирать. Я их все не буду доставать. Они вот так вот у нас, в принципе, хранятся, чтобы не рассыпались. Не хочу собирать их. Тут, в принципе, вот. Котик, зайчик, пчёлка, собака, утёнок. В такой коробке у нас хранятся. Очень удобно. Тоже заказывала на Вазборис. Ну вот, например, тот же самый. Собачка. Ну и так далее, в общем. Пазлы очень хорошо развивают, конечно, мелкую моторику рук. Заниматься ими надо. Собрана тут сейчас. Вот. Итак, пазлы. Что у нас тут? Ничего у нас тут не написано. Ну, пазлы, они и есть пазлы. Так. Что ещё у нас есть? Какие игры? Но, конечно же, у нас ещё вот такие вот пазлы. Это с другого набора. Хранятся они вот так вот. Пока без коробочки. Тоже пазлы. Пускай тут лежат. Конечно же, вот такая вот мозаика. Занимаемся ещё вот такой мозаикой. Сейчас полюбил Миша, младший сын, заниматься такой мозаикой. Детальки храню здесь. Ну вот насекомые мы с Максимом изучали. По-моему, вообще в Фикс Прайсе мы покупали или в Магните в том году. Ну и, соответственно, мозаика. У всех, мне кажется, в детстве такая была. Тоже хорошо развивают мелкую моторику. Вот. Такого плана у нас есть игрушка. Так. Здесь стоит интерактивный зайчик. Он поёт песенки, колыбельные, белый шум здесь есть. Цвета называет он. Ну вот если ставить, например, вот. Такого плана зайчик. До новой встречи, малыш. Тоже интересный. Так, что у нас ещё есть? Для Миши более... Для более маленьких детей есть вот такая игрушка, но у нас утеряны уже детали от неё. Фигуры, да, вот, собирать. Тоже хорошая штука. И наподобие есть вот такая у нас, как рыбалка, или как это правильно назвать, не знаю. В общем, на магнитиках вот эти вот червячки. Есть, соответственно, удочка, которую вот так вот ловишь, вытаскиваешь, да, цвета изучаем параллельно. Вот. Это для более маленьких. Это Мишка играет в неё. Также здесь такие вот у нас стояли. Надо искать просто. Теряются эти все детали. Нужно следить, когда дети играют. Потом это... Если вовремя не убрал, в общем, то потом тяжело найти. Мне это не очень нравится. Ну, ладно. Вот. Что у нас ещё есть? Ну, конечно же, Максим занимается пластилином. Без него, мне кажется, никуда. Вот здесь весь процесс. Это он сам. Мы с ним вдвоём, в общем, делали. Я начинала, а он потом дальше вот делал, лепил тут. Досточку я ему вот выделила, на которую он лепит. Занимается пластилином. То, что развивает моторику. Вот. Ну, конечно, для Миши есть ещё вот матрёшка. Такого плана. Вот. Ну, и, естественно, куда же без книг. Некоторые книги у нас находятся уже в плачевном состоянии. Нужно их подклеить. Сейчас быстренько покажу, что мы же читаем. Это же так важно. Так. Что касается книг. У нас есть вот такой вот сборник сказок Корнея Чуковского. Заказывала тоже, по-моему, на Валберис. Очень нравится эта книга. Большие иллюстрации, картинки. Как раз вот для таких вот маленьких детей, чтобы им было интересно рассматривать. Добрые сказки. В общем, сборник книжки Чуковского. Сейчас вам содержание. Прочитаю, что у нас тут. Тараканище, Путаница, Майдадыр, Муха-Цокотуха, Федорина Горе, Чудо-Дерево, Телефон, Айболит, Бармалей, Крокодил, Обжора, Слониха Читает, Закаляка, Поросенок, Ёжики Смеются, Бутерброд, Свинки, Федотка, Ёлка, Радость, Черепаха. Ну, в общем, все такие вот добрые сказки. Вот такая вот книга есть. Так, вот это осталось еще. Я покупала Максиму. Сейчас занимаемся с Мишкой. Надо подклеить ее уже. Где кровать? Покажи лампу, вазу. Изучаем, в общем, огурец, хлеб. Такое, это, конечно, для маленьких. Написано 2+, но в полтора года уже можно вполне заниматься. Так, потом. Книжки с наклейками. Это я покупала в Фикс Прайсе Максиму. Мне кажется, они такие одноразовые. Их наклеил, эти наклейки. И так читать можно иногда, периодически. И все, в принципе. Ну, нравится, да. С наклейками нравятся Максиму. Такие. Так. Есть еще вот такого плана у нас книжки. Тоже Чуковский. Тараканище отдельно книжка. Такую Максиму читаю. Игорек и Севкобурка. Малыши водят хоровод. Телефон опять Чайковский. Стрекоза и муравей. Сундучок очень такая добрая. Ну, он, правда, маловато еще для такой сказки. Но для такой книги, ну, нормально. Тоже читаем. Потом. Недавно я купила буквально, может, около месяца назад такую пропись. Стали заниматься с Максимом. Здесь не буквы, не цифры, а пытаемся с ним обводить вот такого вот плана. Как видите, пока не очень успешно, но он старается, если честно. Вот немного стало получаться у него. Видите, тут уже хоть на фигуры похоже что-то приближенное к тому, что нужно. Вот. В общем, занимаемся прописями с Максимом уже. Вообще здесь 0 плюс идет возраст. В общем, в 3,5 мы стали заниматься с Максом. Вот такая книга. У меня младший сын оторвал, правда, уже. Здесь нужно было, здесь был цветок, его нужно было повернуть. И он превращался в дюймовочку, в общем. Здесь было яблоко, поворачивали, превращалось в шапку. Тоже такая красочная книжка. Тоже в фикс-прессе, по-моему, брала. Ну, естественно, музыкальные книжки тоже важны. Это у нас репка. Тоже очень добрая сказка с хорошими иллюстрациями, яркими. Вот. Где малыш? То есть смысл в чем? Слон, да, ищем малыша, слоненка, да. Читаем, изучаем. Соответственно, такого плана книжка. С Мишкой сейчас маленьким занимаемся, изучаем животных. Это тоже я Максиму еще покупала, когда он маленький был. Видите, у нас в каком состоянии книги, потому что они всегда у нас в пределе, так скажем. Вот. Изучаем животных. Такие домашние животные. И такая книжка про домашние животные, тоже яркая. Изучаем. Тоже от Максима осталась уже вот в таком вот виде, к сожалению, вообще. Я не люблю, когда так относятся к книгам, но это дети. Я стараюсь, конечно, чтобы они не, как сказать, относились бережно к книгам, да. Но это не всегда получается. Но я даю понять, что книжкам нужно относиться аккуратно. На ночь читаем иногда вот «Засыпайку» про сов. Тоже добрая книжка. Кто самый-самый. Это Максим почему-то любит ее. Кто высокий, кто быстрый, кто трусливый, кто друг человека. Ну и такие маленькие книжки. «Чей домик лучше», например, да, это с маленьким мишкой мы читаем. Хорошо такие маленькие книжки, знаете, брать с собой. Когда, например, в поликлинику вы, да, идете, нужно посидеть в очереди, чем-то занять ребенка. Мы почитали ему книжечку, и полезно, и отвлекся он, и время, да, пробежало. Но это малая часть, на самом деле, наших книг. У нас побольше их, просто они находятся так же не в очень хорошем состоянии. Нужно подклеивать их, и они сейчас стоят в другой комнате, где у меня Мишутка спит. Вот. Также есть у Максима блокнот свой, где он рисует. Покупала большой ему альбом, ну, в принципе, ему и такой достаточно. Он знает, что это его блокнот, что он может открыть и здесь порисовать. Ну, на обоях иногда тоже может порисовать. Еще от Максима у нас достался такой вот, такая вот игрушка такого плана, трафарет. Уже тоже раскиданы эти все части животные. С Мишкой тоже занимались. Вот. И вот такой вот есть планшет тоже с животным. Нажимаешь, и животные издают, кто как говорит, счет, цифры, точнее, животные. Вот. Без батареек, батарейки вставляются, и, соответственно, вот. Это что касается у нас развивашек таких вот, которые я смогла сейчас собрать, которые могу вам показать. Так, продолжаю также обзор наших игрушек. Здесь у нас такая стоит большая. Я даже не могу назвать ее коробкой. В общем, мягкая такая, как коробка. Здесь у нас мячи, машинки большие, вот, объемные, которые не помещаются в гараж, которые у нас стоят для машинок, для маленьких. Такое вот. Такие игрушки, которыми они просто играют. Также мне нравится очень, у Максима есть вот такой вот набор доктора. Он в последнее время очень любит играть в доктора. И он такой классный этот наборчик. Просто вообще. Здесь все как надо. Это халат. Потом щетка. Тут зубки чистить. Фонариком горлышко тут смотреть. Все работает. Эту трубочку потеряли слушать. Шапка. Тоже заказывала на Валдересе. Давление тут мерить. Тут была трубочка, потеряли. И там стрелочка, она двигается. В общем. Здесь такая даже штука есть. Записывать истории болезней. То есть листочек сюда можно прикрепить. Так. Это у нас смотреть ушко. Градусник. То есть все такое реалистичное. А вот такие игрушки сейчас, конечно, классные. Можно из них температуру смотреть. Зубки лечить. Кстати, очень помогает, когда чистить не хочет зубы. Опять некоторые тут штучки утеряны у нас. Дети играют, как обычно, шприц такой вот реалистичный. Ну, в общем, классный такой набор. Он прям заигрывается. Сердце слушать, да. Вот, витамины, молоточек. Там паста, смотрите, прикольно. Оп. Вылезает. На зубную щетку. Тут еще была челюсть бегемотика, которым можно было зубки лечить. У которого кариес. В общем, такой вот тематический набор доктора. Он берет свой сундучок. Вот берет зайчика, медведя. Обязательно медведь должен в памперсе. Вот вчера играл, видите, грелка у него там. Вот. Залезает на кровать, рассаживает своих всех пациентов и лечит. И говорит, чтобы никто к нему не заходил. Если заходим в комнату, он выгоняет нас всех, представляете? Вот. Так что играет в доктора. Чемоданчик все аккуратненько убрали. Так. Закрыли. Классный. Такой вот набор с инструментами. Правда, опять некоторые утеряны у нас. Ну, ничего. Это мы ему давно уже, да, покупали. Тоже все реалистичное. Такое. Было больше, конечно, инструментов, но они уже где-то у нас появляются. Ну, с маленьким, конечно, он уже сам строит. Пирамидку, да, вот кубики. Я думаю, все этим занимаются с детьми. Чтобы построили правильно, да, пирамидку, чтобы она не упала стараться. Есть у нас вот такая вот пирамидка маленькая. Колечко в той комнате, где Мишка спит. Она у нас целая. Вот. Просто сейчас снимаю. Так, по-быстренькому. Боюсь, что не успею. Нужно видео записать и уже смонтировать и выпустить. Потому что у меня занимает много места на телефоне. Так, такая, в общем, пирамидка есть. И есть вот такая большая пирамидка. Так, что касается музыкальных. Есть вот такая игрушка. Это нам подарили. Ну, я знаю, что... Вы знаете, да, что это за игрушка. Не буду сейчас. Мишутка спит. Не хочу греметь. Вот. Такой вот кубик. Это тоже мы Максиму еще покупали. Мишка в него тоже любит играть. Музыкальный. На батарейках. Тут даже книжечка вот есть. Мальчик в школу идет. Собачка гавкает. Девочка спит. Это все сопровождается музыкой, когда, ну, занимаешься. Тоже хороший кубик. Так, есть вот такой вот бези-борд. Это мы тоже покупали еще Максиму. Максиму уже четвертый год. Что самое интересное, здесь есть вот выключатель, да? И он до сих пор... А, нет, сейчас не горит. Ну, в общем, иногда бывает, что горит. Вот четвертый год, и здесь фары у машины горят. Должны гореть. А, ну, вот, если видно, там еще горит, да? Четвертый год, а вот все еще работает. Ну, соответственно, здесь шестеренки для малыша, чтобы он крутил. Барабан. Такая штука. Вот эти вот где-то у нас лежат. Они не утеряны, они просто где-то в игрушках лежат, чтобы, ну, фигуры изучать. Вот одно, видите, уже потеряно. Так. Чтобы изучал, как открывать, да, вот, мог. Такой вот замочек. Учиться завязывать шнурки, липучка. Такого плана замочек, чтобы учились застегивать. Здесь у нас барабан, ну, тоже вот ежик, например, да? И, ну, да, яблоко должно быть, соответственно, собачка. Что тут, косточка. Замочек. Такая вот дверочка. Вот. Такой вот замочек, чтобы они учились открывать. Ну, Максим это уже, естественно, все умеет. Я говорю про маленького ребенка. Полтора годика вот. Которому учиться открывать это все, закрывать, чеколдочки. Вот. Бизи-борд такой есть. Здесь у нас конструктор, целая коробка. Это юла. Вот. И целая коробка конструктора. Максим любит собирать. Когда собирает, тоже говорит, чтобы ему никто не мешал. Вот. Есть вот такая вот каталка. Я в последнее время думаю ее продать, потому что она занимает много места. Но Мишка иногда в нее играет, знаете. И, соответственно, тоже фигуры и цвета изучаем здесь. Тоже раньше покупали еще Максиму. Ну, вот в целом у нас такой вот обзор. Игрушек. Конечно, много чего я не показала. Но самое основное, в принципе, показала. Вот. Сейчас вот эти вот все развивающие игрушки уберу вот сюда вот в комод. Ящички. Ну, они уже просекли. То, что они здесь находятся. Иногда могут сами открыть и достать. Вот. А вообще хранятся они у меня здесь закрыты. Вот. Ну, и на этом я буду заканчивать свой влог сегодняшний. Всем большое спасибо, кто досмотрел его до конца. Всем пока и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok